Был или не был целью покушения на Кипре израильский миллиардер Тедди Саги и кому могло понадобиться его устранение? Уже скоро может выясниться, кто стоял за покушением иранские спецслужбы или израильские конкуренты Саги. Израильский миллиардер Тедди Саги избежал смерти на Кипре и смог покинуть эту страну. Островная полиция задержала человека, имеющего гражданство Азербайджана, прибывшего из России. Ему инкриминируют попытку убийства Саги и еще нескольких человек на территории Кипра. Наемного убийцу, который должен был убрать Саги, арестовали после того, как он припарковал машину в Никосии, недалеко от того места, где находился Саги. В машине обнаружены пистолет с глушителем и перчатки. Киллер пользовался электросамокатом для того, чтобы следить за Саги и перемещаться между Северным и Южным Кипром. По данным местных служб, киллер готовил убийство и других израильтян на Кипре. Основная версия покушения связана с Ираном. Выбор жертвы также не случайен. Иран может быть замешан в попытке убийства израильского магната, потому что принадлежащий Саги концерн широко известен вне Израиля и имеет влияние на международном уровне. Устранение бизнесмена могло выглядеть как акт мести за гибель иранских предпринимателей и ученых, связанных с разработкой и производством ядерного оружия. А также послужить предостережением для других израильских деловых людей, занимающихся инвестициями в зарубежную экономику. За версию показательного устранения иранцами известного и богатого израильтянина, говорит и тот факт, что Саги получил в 2009 году кипрское и европейское гражданство в рамках программы «Золотая виза» гражданства ЕС в обмен на инвестиции в экономику Кипра. С этой версией согласны и в канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Как заявил пресс-секретарь Беннета, запланированное убийство израильских бизнесменов на Кипре было иранским заговором с целью нанести удар по Израилю. Тедди Саги не единственная цель покушения и под угрозой были жизни нескольких израильтян. И вполне может быть, что у киллера было задание убить на Кипре любых израильтян, чья смерть вызвала бы широкий резонанс. Министр обороны Израиля Бенни Ганс заявил, что сделает все для того, чтобы найти виновных в попытке нападения на израильских бизнесменов. Однако не исключен и иной вариант. За попыткой покушения стоят деловые партнеры Саги. Саги – основатель компании азартных игр онлайн. Согласно источникам в правоохранительных органах, у него начался конфликт с партнерами. Противоречия могли также возникнуть на почве намерений Саги выйти на валютный рынок Форекс на Кипре. На этом рынке работает много состоятельных израильтян. Многим из них, как предполагается, могли не понравиться намерения Саги стать новым игроком на рынке торговли валюты. С этим предположением решительно не согласны в принадлежащей израильскому миллиардеру компании Саги Групп. В заявлении компании говорится, речь идет об иранской террористической попытке, которую удалось предотвратить. Целью был не Тедди Саги, а израильтяне на Кипре. Очень жаль, что некорректная информация публикуется с такой легкостью и наносит ущерб репутации человека. Иран также гневно отверг подозрения в адрес своих спецслужб. Посольство Исламской Республики на Кипре назвало обвинения Израиля совершенно беспочвенными. Хотя уже на первых этапах расследования иранский след на Кипре становится все виднее и виднее. Вполне вероятно, что ответ на вопрос, кто хотел убить Тедди Саги, будет дан в обозримое время. Но уже сейчас израильским богачам, зарабатывающим капиталы не только в своей стране, придется быть осмотрительнее и обеспечить себе солидную охрану.